Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня на моем канале я хочу показать вам огромное количество пустых банок. Они копились и летом, копились и осенью. И уже теперь зима началась. В общем, это будут называться пустые банки за очень длинный период. Наверное, видео будет состоять из нескольких частей, потому что я думаю, что невозможно будет уместить все это в коротком сюжете. Но начнем постепенно, поэтапно, а дальше уже будь что будет. Я никакой систематизации не произвожу, но тут выбрала на передний план, так скажем, хозяйственные премудрости и начну с них. Не хочу сказать, что здесь будет только Фаберлик. Могут оказаться разные банки от разных производителей, но преимущественно все же Фаберлик, потому что это те средства, которыми мы очень активно пользуемся. И то, чему я, так скажем, доверяю и вверяю в его заботы, это уход за домом, уход за собой, сохранность здоровья. То есть, ну, это тот авторитетный, наверное, поставщик товаров для дома, для здоровья, для красоты, для приятного провождения. И вот показываю очередные. За это время, может быть, они не по одной этой упаковке, может быть, где-то еще окажется, но вот две упаковки. Тратятся они примерно одинаково за одинаковое количество времени. Но все-таки отдаю предпочтение вот этому универсальному. Стиральные порошки. Уже в предыдущих видео я говорила, что в таком виде я их не храню. Вот из этих пакетов я их пересыпаю в пластиковые литровые ведерочки. Они как раз вмещаются туда полностью, под завязочку. И трачу я, беря ложечками оттуда. Так просто удобнее. И более компактно оно хранится, и более удачно в использовании получается. Закончился, наконец-то, вот этот ультрашайн, средство для очистки ванной комнаты. Долго очень тратился. Вы, те, кто старожилами Фаберлика являются, помнят, что Адельстар когда-то выпускал вот такие средства. Оно, ну понятно, что оно имело срок годности, но использовалось и использовалось. Очень большой объем, поэтому хватило, ну я не знаю, года на четыре, наверное, точно. И, что самое главное, каких-то свойств своих не теряло. Оно вот, наконец-то, может быть убрано, уничтожено. И воспоминания приятные останутся об этих продуктах. Что мне не нравится вот в этом, это химический запах и не совсем такое приятное состояние рук. Но очень хорошо отстирывает, абсолютно не переживаешь по поводу того, что какие-то пятна, какая-то взвесь может остаться, не растворившись в порошок полностью. Здесь мгновенное растворение в воде, полежит белье, если это ручная стирка, и буквально остается только поокунать, ну ополоснуть и все. То есть вымывается абсолютно полностью, загрязнение устраняет. Это дель для стирки цветного белья. Им я довольна, но сказать, что прям жить без него невозможно, наверное, нет. Хотя в запасе у меня все время стоит, и все время в пользовании он оказывается. Очень нравится мне средство для мытья посуды. Это концентрированное средство с шалфеем и лаймом. Наверное, это вот на тот момент, пока не появилась малина, это был любимый продукт, любимый запах. Но я так думаю, что линеечка эта расширится еще больше, и мы будем иметь возможности выбирать больше и чаще, и чему-то отдавать предпочтение в какой-то момент. Да, сейчас малина заняла более важное место, но то, что было куплено и хранилось в запасах, оно, безусловно, будет тоже как-то истрачиваться. Единственное, что я не трачу это, ну, не использую это в разведенном виде. Этого я не приемлю. Единственная оговорка не в этом видео, а, наверное, в следующем или там в каком-то очередном, я покажу, что еще сын у меня наделал, как он дает пузырькам вторую жизнь. Вот это средство для очистки плит духовок, то, что является прям спасительным средством и в уходе за раковиной в том числе, когда там какие-то отложения жира, какие-то вот эти вот выплески воды происходят, очень хорошо и с металлической поверхности раковины, убирает жир и в трубы туда, вовнутрь я наливаю частенько, чтобы и трубы почистились. И если пол нужно вымать, если он затоптанный на кухне, какие-то жирные следы остаются или появляются, то очень-очень хорошо отъедает вот это вот все буквально мгновенно, не вредит линолеуму, ничего такого плохого не происходит. Единственное, что он очень сильно вредит ногтям, и тогда нужно некоторое время, чтобы ногти восстановить. Но для всех читающих написано «пользоваться только в перчатках». К сожалению, я читающий, но не принимающий советов, поэтому очень часто пользуюсь этим средством без перчаток, за что и страдаю, потому что ногти вот буквально на глазах обезжириваются, становятся такими желтоватыми. Так, буквально вот закончилось средство для чистки стекол, зеркал и стеклянных каких-то поверхностей. Им пользуемся очень-очень часто, и не только для стеклянных, но и для полированных каких-то пластиковых поверхностей. Единственное, что проблема произошла буквально сразу после применения, ну, начало пользования, упала штука, и вот эта вот верхняя часть корпуса не отломилась, она лопнула. И использовала я вот эту бутылку без нее, проблем не было никаких, тут еще какой-то остаточек, проблем не было абсолютно никаких, механизм не повредился, и поршень, и все остальное работало замечательно. Так что вот это средство, люблю его, для меня это запах ландыша, уж не знаю, чем там реально пахнет, но какой-то такой вот легкий-легкий аромат, на мой вкус, на мое ощущение, это ландыш, который я так люблю. И я не могу сказать, что это уступает другому средству, который с антизапотевающим эффектом, вот там-то как раз я особого эффекта и не вижу почему-то. В ванной комнате тот распылитель, ну не знаю, на какое-то время, может быть, на самые первые моменты наполнения паром ванны, и зеркало остается таким, не запотевшим, потом все это прекращается, так что эффект очень-очень недолго. Так, очень часто, вот это вот у меня летит прямо упаковками, фрост, ну не упаковками, а баллончиками, покупаем их обычно 2-3, где-то в туалетной комнате стоит, где-то в коридоре бывает, просто для увлажнения воздуха в помещении можно использовать, и для того, чтобы устранить, нейтрализовать неприятные запахи. Ну, можно сказать, что в фаберлите-то тоже это есть, да, есть, но по цене, конечно, более кусуче. Используем мы и каминный зал, используем мы апельсин, все это есть и дома, и в машине, и монарду используем, и средства без запаха используем, но я так думаю, что все-таки это не та цена, которой нужно пользоваться в туалетном или каком-то другом помещении, поэтому вот это вот полегче для кармана обходится. А ассортимент вот этих фростов очень-очень большой, и ничего зазорного в приобретении вот таких средств я не вижу, тем более, что именно вот в такие бутылочки я чаще всего переливаю средства для чистки ванны, фаберликовская же наша, потому что очень хорошо распыляет, и проблем нет никаких. И вот такой фрош, это немецкое средство, оно использовалось очень-очень долго на кухне, оно было с ароматом лаванды, ну надо же, чтобы так язык-то начал заплетаться. Дело в том, что я с фаберликовским средством универсальным для чистки металлических поверхностей никак дружбы не вожу, оно у меня стоит, я его применяю, но большой радости в нем не нахожу. А вот это уже такая, видите, и потертая совсем упаковка. Если есть альтернатива, то, наверное, я выберу и предпочту в данном случае вот этот фрош, и не нарадуюсь, тем более, что у них есть с разными ароматами, чистящие свойства у него более чем замечательные. Вот это салфетка для чистки стекол, ну салфетка еще пока в использовании находится, а упаковку я вот положила сюда, можно чистить этими салфетками и без применения какого-то вот этого средства разбрызгивающего, можно просто сухой салфеткой загрязнение со стекол, какие-то следы пальцев убрать, очень и очень хорошее. И потом просто либо в моющем средстве, либо с мылом каким-то хозяйственным прополоскать, застернуть эту салфетку и вновь можно использовать ее многократно. Я не знаю, по-моему, износа ей не будет. Так, что еще хозяйственное тут есть на виду, наверное, пока... А, мыло. Вот выбор теперь уже из четырех предстоит делать покупателям есть с фруктовым ароматом, с яблочком. Оно, по-моему, является самым популярным и, наверное, у меня оно является одним из самых любимых. Есть с цитрусовым, есть с пряно-имбирным таким вот ароматом, а это с запахом водяной лилии. Цветочный аромат, надо сказать, наверное, он занимает самое последнее место. Хотя по аромату, хотя по качествам, по моющим качествам и по тому, как устраняет запахи, они абсолютно все равны. Просто вот такие ароматические предпочтения ваши передаются и продукту. Ну, не думаю, что я буду приобретать именно это. Попробовали и все, хотя у меня еще в запасе стоит. Я не по одной обычно штучке покупаю, хотя надо взять за правило, все-таки одно купил, попробовал, а потом сделал выводы. Вот. Замечательное средство, запахи устраняет мгновенно. Моет хорошо, мыть можно и посуду, и фрукты, и руки в том числе. Так что советую. Кстати, и детскую посуду мы тоже моем. Теперь просто, чтобы уже убрать все это, в семье с появлением детяти идут в расход вот эти памперсы. Пока мы пользуемся памперсами, до трусиков нам еще далеко. Это уже второй размер, которым мы пользуемся. Первый был от нуля до пяти, ну, там не от нуля, конечно, там и нет, от нуля, но до пяти килограмм для самых-самых младенцев. Это от четырех до восьми килограмм массы ребенка. Что хочу сказать, вот те памперсы Мэлиэс, которые вот здесь представлены, я показываю, это, наверное, единственные памперсы, которые у нашей Надюшки не вызывают никаких раздражений, ни чего-то там такого давящего, неприятного, пользовались и другими, пользовались памперсами, которые так и называются, памперсы салатного такого цвета, пользовались чем-то еще, не знаю, я не видела эту упаковку, может быть, это хадис, может быть, еще что-то, и то, и другое вызвало неприятности. И для нас подошел вот именно этот вариант. но это было куплено вот просто упаковка и все. Две последние упаковки мы покупали, сюда еще был приклеен за ту же самую цену, но был приклеен в качестве подарка салфеточки, салфетки универсальные, этого же самого производителя, для того, чтобы обтереть ребенка тогда, когда требуют это походные или какие-то условия. Вот что касается меня, то когда я иду в магазин и наступает срок приобретения следующего продукта вот из этого ряда необходимых для малыша средств, я пользуюсь и буду пользоваться именно вот этим товарами от этого производителя, хотя есть еще по-моему называется Мун, мы ни разу его не пробовали, когда-то надо будет попробовать, но другими пользоваться зареклись. Так, ну на этом вот эта часть заканчивается, хотя не исключено, что какие-то хозяйственные продукты попадутся и в следующих пакетах, но это я теперь с чистой совестью могу отправить туда, куда их отправляют для утилизации, ну и очередной раз сказать спасибо Фаберлик, что он заботится о состоянии нашего дома, о нас заботится, о состоянии наших рук и вообще о хорошем, добром расположении духа. Всего доброго, до свидания.